Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У Церкви другой счет, ниже людей мира. Сегодня суббота, а считается Воскресная Евангелие. Если кто считал Святое Писание, Священное Писание, там в начале Творения говорится, и был вечер, и было утро, день один. Ну с вечера до утра это не день, а ночь. Неужели кто писал в Бытие, Моисей, не знал этого? Это даже цыгане знают, что с утра до вечера день один. Вот уже загадка. У Бога другой счет. И когда Господь предупреждает нас о чем-то, Он обращается не к ушам только, имеющие уши, да слышит. Он слышит слова, а речь идет, через что ты пропускаешь. А какое главное качество в этом? Совесть. Через совесть Господь достигает сердца. А что такое совесть? Я нашел, что совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. И когда говорится о человеке бессовестной, это означает, ничего святого нет. Он не понимает, что делает то, что к нему обернется великим злом. Какие слова говорит, при ком, что делает, и когда не видит его, что делает. Совесть мучает человека. Бывает, что человек всем доволен, все у него есть, и друзья, и близкие, но воспоминания о прошедшем мучают его, он не знает, что сделать. Совесть замучила. Никого нет один. Живет в коммунальной квартире, все есть, в лесу все время мрачное, спрашиваю, почему? Я плохо обращался с родителями. Я живу долго, старец. И написано, чти отца и мать, будешь долголетен на земле. Я не чтил родителей, почему мне уже 92 года? Старик, 92. Мы пришли к нему на квартиру, оказывается, у него позади такое, о чем он боялся даже говорить. Но мне Бог дал почувствовать его. Я ушел в другую комнату, упал и плакал, и плакал. И кто меня привел, ему говорит, посмотри, что Бог делает с человеком, который первый раз тебя видит. Он имел таланты, которые редко какой проповедник имеет. За счастье считали люди услышать этого Якова. И кончилось полным умопомешательством. Когда Бог пробудил тайны, эта тьма охватила его. Зачем я живу? Сколько зла я сделал? И Бог тревожит тайно, потихоньку, медленно. А почему? В тихом веянии ветра. Вы знаете о том, как одному Бога издорванному человеку, сразу вспоминать, а кто? Бог решил явить себя. Как мы представляем Бога? Сейчас земля затрясется, гром раздастся, молнии сверкнут. Оказывается, нет там Бога. И вдруг тихое веяние ветра, и там Господь. Вот так Господь касается нашей души. Внимательно прослушай сам себя. Когда ты впервые понял, что это Бог делает. Я с кем-то еду, ничего еще не знаю, Евангелия в руках не было. И встречаются мне, в моей жизни, старик со старушкой едут вместе. Немцы. И разговорились, и стали петь немецкие песни. У них, видимо, было Евангелие. Я не знал этого слова, по Евангелии считал. Теперь я вспоминаю, Господь нежно постучался в мое сердце, к солдату. Я в военной форме, а не немцы. И Господь через них коснулся, а я заглушил, прошел мимо. Теперь вот таких моментов в жизни сколько было. Когда мне было пять лет, я шел к отцу на поле, и вдруг услышал гулы из земли, и я упал и стал слушать. Как растения даю соки свои. Весной дым, что-то горит. А я уже знал, что будет суд Божий. Бог стучал через дым, через наводнение. Я глухой и слепой не видел этого. До 23 лет. 23 года я блуждал где-то, зная, что есть Бог, и ничего больше не знаю. Искал, очень сильно искал, мне казалось, а теперь вижу слабо искал. Что совесть? Заглушенная была. Когда Бог пробуждает у человека совесть, сон уходит. Я не могу уснуть. И родителей нет, они умерли. Если были живые, как древняя пословица южных народов говорит, для матери, если ты в пригоршне приготовишь обед на огне, и тогда ты должен будешь. Как надо чтить родителей, пока они живы, их нету. И вот этот человек, с тем я беседую, он особенно скорбел от того, на нем не исполнилось это. Почему Бог дает мне жить так долго, а я не чтил родителей? Это не по совести. Совесть его и в этом обличает. Бог ждет покаяния. И была тьма в душе, и наступило утро рассвета, это первый день моей жизни. У Бога все по-другому. Сейчас есть такой пункт в жизни людей, разочарование. И это не так, и правители не такие, и президент, двойник, смотрит, какие у него уши, глаза, нос, и две фотографии. Правда, разная. Дескать, выступает везде не наш президент, это не настоящий царь. А какая тебе разница? Если по совести, ты молись о нем. Молись. У Гитлера было 6 двойников, у Салина 8, ну и что из этого? Все умерли, никого нет. У меня нет двойника. Я сам за себя буду отвечать. Пришло время, двойники погибают. Человек не должен раздваиваться. Совесть не позволяет этого делать. От рождения до последнего вздоха. Улыбнемся мы или перекосить лицо от боли, один Бог знает. Но мы должны научиться по совести говорить, моего ничего нет. Ты видишь, какая красота, какие цветы, восход, закат. И все это Божье. Куда не поверни, что тебе Бог вырастил в огороде? Я вырастил. Не вырастил ты? Вырастил Бог. Возрастил. Тебе Он позволил взять семя Его и положить в землю. Все остальное от Бога. Вода Божья. Все Божье. Поэтому человек совестливый, как правило, он откликается на боль чужого человека. Спроси сейчас людей, кто молится о детях Сирии? Страна такая Сирия, Дамаск. Кто? А вы знаете, в каком состоянии эти дети? Где-то кто-то останавливался, еле, и они собирают там крошки, ничего нету. Брошен на перекрестках дорог, как во время Климента Анкирского. Ты в молитве своей соприкоснись с ними, расскажи своим детям, чтобы они берегли все, что есть. Если случится, по совести говорю, случится видеть нуждающихся детей, открой дверь сердца. Из Ленинграда везут детей. Родители погибли от голода. Привезли их в село. В деревне хороший дедушка. Он не пройдет мимо ни одной собаки. Он обязательно что-то даст. Детей любит, но живет один. Большие комнаты. И когда стали детей распределять, ему сказали на зале, возьми себе одного ребенка. Да вот они братья, ну возьми двоих. Да вот еще сестренка оказывается их стоит. Возьми. А он подошел, кусочки сахара давал, в то время не было. Он посмотрел, нагнул голову, повернулся и ушел. Один. И это уже вошло в историю. Накормить проходящую собачку легко. А взять ребенка, у нас такие были потерянки. Жили одни и взяли. Усыновили. Этого не требуется, если ты не привожи к этому. Но помолиться, воздохнуть можно. Ложишься спать. Патриарх Геннадий говорит так. Ты лег спать. Теплая постель. А ты видишь, как дождь. И человек проходит перед окном и кричит. Хлеба дайте. Третий день ел. И он согнувшись, лежит под забором. И вода подтекает под него. Вот в каком состоянии находились люди немощные. А по совести или так, что он немного просит хлеба. Всего только хлеба. Ему никто не дал уже третий день. Если мы посмотрим на сегодняшнее свое состояние, мы увидим, какие мы богаты. Не зря потерянки говорят. Они живут зажиточно. Ну зажиточно. Все у нас есть. Зажиточно означает для жизни достаточно. Мы же не скажем, что батюшка наш бедный. Я не бедный. Кого из нас не возьми? Что на столе? Посмотри. Сколько блюд и чего только там нет. И молочные, и фруктовые, и варенья, и чего только нет. Воздохни, а те, у кого ничего нет. Совесть побуждает человека в любом конфликте достучаться до самого себя. Почему он возник? А что было там раньше? А почему он не расположен? Это работа ума. И тогда мы уподобляемся Богу. И он говорит, чего я еще не сделаю для тебя, ой, Израиль. Почему ты отступил и пошел в другую сторону? Это мы услышать можем от Бога для себя. Когда слышим, что нуждается кто-то, и уши закрыты, завязаны. Я беру только одно качество, уподобляющее Богу, совесть. А по совести или это. Когда эта совесть скажет самому тебе, ты тогда увидишь, а по совести лишь Слово Божие в меня не вхожет. В любом споре Слово Божие никакой роли не играет. Ты внимательно посмотри, когда Бог достучался до человека, когда я могу в этот момент быть полезным для него. А разве это можно знать? Это же душа человека, никто не знает, что в человеке кроме Духа человеческого. Можно, Бог полагает. Бог полагает, и того человека трогает в тот момент, когда ты начинаешь о нем молиться. Я его спрашиваю, мы пять лет не переговаривали даже, и мало знакомых. Почему ты решил мне позвонить? Не знаю. Сидел за столом с женой, вдруг, я, говорит, ему не звонил давно. А мы о нем говорим, я его называю Вадимом, священником стал он. И он сразу встал и позвонил. Вот связь какая. Никакого телефона, ничего не было. У нас вот тут когда ремонт был в складе, мы пришли, никто нас не звал, а батюшка пришел, а я хотел за вами послать, пусть бы лагерные помогли, тут заваливать склад. А как ты узнал? Бог. Это не по совести, когда один человек задыхается, а у другого не так и много работает. Даже просить не пришлось. Мы работаем на дороге, решили позвать брата. Я говорю, съезжу к нему, пусть он на тракторе поможет. Половина дороги проехал, только он навстречу едет на велосипеде. А как ты узнал? Что вам рассказывать? Вы и так знаете. Работал, возился с мотором, и вдруг, как кто стукнул у меня в сердце, надо пойти и помочь. Понимаете? По совести. И тогда на душе радостно, благословенно, и прославляемое имя Господне да будет. Аллилуйя, аминь. Аминь.